Привыкли с вами получать баги в дополнениях, в игровых наборах, в каталогах, но получать баги в комплектах, как будто бы это что-то новенькое, либо давно забытое, старенькое, да, не пылинки привет. Огромное количество нарядов для панихиды. Ему заплатили, какой он продажный. Ну а если хочешь получать больше свежей информации из мира The Sims, подпишись на канал и поставь лайк. Всем огромный привет, меня зовут Сергей и сегодня мы с вами смотрим на два новых комплекта. Первый из которых называется Личный замок, это комплект, который пришел для режима строительства и покупки. А второй комплект называется Грандиозная готика. Так что усаживайтесь поудобнее и я расскажу сейчас поподробнее даже о некоторых багах в этих комплектах. Да, их уже нашли, погнали. Привет-привет, меня зовут Лена и подожди-подожди, не переключайся, я займу буквально минутку твоего личного времени. Ну, приятно с тобой познакомиться, как я уже сказала, меня зовут Лена и я бы хотела рассказать тебе о своем канале. Я начала вести свой блог по The Sims 4 совершенно недавно и на данный момент на моем канале ты можешь найти летсплей по моему около средневековому фэнтезийному сохранению, на создание которого мне потребовался целый год. В ближайшем будущем я также планирую выпустить видеоролик со своей папкой mods, чтобы вы могли воспользоваться какими-то прическами, одеждой, геймплейными модами. А также в ближайшем будущем планирую сделать обзор по своему сохранению, ну и также дать ссылочку на его скачивание. Ну что, было приятно с тобой познакомиться, спасибо большое тебе за внимание, переходи на мой канал, подписывайся, ставь лайки и смотри новой серии моего летсплея. Ну что, встретимся в Дрятском Королевстве, пока-пока. Ну что, в первую очередь начнем с комплекта Грандиозная Готика. Это комплект для режима создания персонажа, где собственно и обнаружили интересный баг в этом комплекте, который возможно разработчики в ближайшее время исправят. Либо же пойдут по схеме дополнения, сдается и ни черта не исправят, даже спустя два бесплатных обновления. Так что, давайте смотреть на одежду, которая здесь пришла. Это вот такая вот классная кожаная косуха с какими-то всплетениями на спине. У нее есть, разумеется, много классных расцветок. И она подходит не только как Готика, но и разумеется, как повседневная одежда, что я очень сильно хотел. Дело даже есть яркие оттенки, да, есть темно-красные. Опять же, отсылая нас на, возможно, такие игровые наборы, как вампиры, мир магии и оборотни. Собственно, потому что тематика пересекается. И также есть еще одна такая вот темно-бордовая кожанка, да, как правильно называется, косуха. Вот. Дальше у нас есть вот такая футболка с... Я не знаю, как это правильно называется. Пулловер, да, под футболкой. Вот. С рваными рукавами и с различными принтами. Есть даже вот такая интересная сетка. Есть вот такая вот еще более порванная футболка. И также где-то... А, вот тут вот есть вообще целехонькая, без рваных всяких принтов. И, кстати, также где-то здесь есть, присутствует, короче, принт, чтобы вы понимали, который есть у меня в мерче. Очень давно он уже присутствует. Это вот такой вот сахарный кролик. У меня есть мой мерч с таким сахарным кроликом. И я понимаю, что это не моя какая-то личная придумка. Но у The Sims ни разу еще не было той одежи, чтобы данный сахарный кролик дублировался спиной на спине. У меня есть точно такой же мерч в моей коллекции. Его, если что, можете приобрести в моей группе ВКонтакте. Да, у меня есть мерч, если вдруг вы не знали. И там есть футболки с этим, собственно, кроликом спереди и сзади. Сейчас куда-нибудь вот сюда вот его на экране вставлю, вы посмотрите, ознакомитесь. В общем, было очень забавно наблюдать схожий принт. Я, опять же, повторяюсь, принт не мой не авторский. Просто пришла интересная задумка. А почему, если бы на спине не была спина этого самого кролика? Вот, собственно, разработчики подумали примерно точно так же и выпустили футболку, где с одной стороны кролик лицом, с другой стороны он на спине спиной. Собственно, забавно, интересно, прикольно. Так, дальше у нас есть, присутствуют обычные базовые расцветки, да, с какими-то черепами. Не особо похоже на готику, да, больше чем-то похоже, не знаю, знаете, на комплект мужская мода с этими экстравагантными нарядами для мужчин. Тут примерно вот что-то вот напоминает такой вот в розовом оттенке, такой вот что-то такой легкий вайп, скажем так. Так, далее у нас есть вот такая вот футболка с ремнями. Также у нее есть различные расцветки. Ощущение, как будто бы вот это вот, вот этот вот принт, не знаю, но лично меня он отсылает, как будто бы на игровой набор путешествия на Бату. Я не знаю почему, я, в принципе, фанат Звездных войн, поэтому могу видеть какие-то отсылки даже там, где их нет. Поэтому, собственно, вот такая вот история. Так, а также есть что-то вот такое, вот так же с сетками, да, с ремешками. Текстурки, сразу скажу, текстурки не очень, конечно, качественные, особенно вот в этой сетке. Видно, что она распадается на пиксели, но, собственно, мне кажется, в The Sims такое было всегда. И как-то вот что-то сидеть сейчас и жаловаться, что, о боже, текстуры говеные, все говеные. Там, тем более, что у разработчиков от контента к контенту текстуры разнятся. Где-то они более качественные, где-то они менее качественные. Там, конечно, не угадаешь. Вот. Есть вот такая вот безрукавка, также имеет свои расцветки. Кстати, если вдруг вы заметили, то расцветки у этого набора у всех одинаковые, потому что это одна коллекция. И также есть у нас вот такая вот кофта с капюшоном, с которой, собственно, тот самый баг и связан. Но давайте мы посмотрим на ее сначала расцветки. Что и как тут вообще выглядит. Но расцветки, опять же, повторюсь, они одинаковые, как и с другими, как и, собственно, с другим контентом. Вот это выглядит очень прикольно, в особенности, если мы посмотрим ее на девушке. Так, нарядов в полный рост с этим контентом, с этим комплектом. Я так понимаю, у нас... А, есть целый один. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, это выглядит хорошо. Это у нас прям Нео из Матрицы. Выглядит, конечно, прям, прям вау. Прям очень классно. И я бы, наверное, даже, может быть... Сейчас посмотрю расцветки. Может быть, какую-нибудь вот такую вот расцветку. Как будто бы можно надеть персонажем на осень. Да, почему бы и нет, в теплый наряд ее запихнуть и осенью, чтобы персонаж щеголял вот в этом вот плаще. Еще какую-нибудь ему можно шляпу сюда подобрать с полями. И как будто бы это выглядело... Может, точнее, выглядеть вполне себе прикольно. Сейчас только если я найду эту шляпу с полями. Там есть очень классная такая большая шляпа с полями. Но, по-моему, она, кстати говоря, женская. Но если мы сейчас посмотрим, может быть, мы ее тут обнаружим. Эту шляпу с полями. Нашел эту шляпу. Вот такую вот шляпу. Выглядит она очень прикольно с этим плащом. Да, опять же, она из каталога Вечерки Ноль, как так он называется. Выглядит очень здоровски. Особенно, если есть там еще какую-нибудь прическу добавить, да, чтобы волосы торчали из-под шляпы. А вниз выглядит, как будто бы прикольный собранный такой вот наряд. Выглядит здоровски. Ставлю лайк. Как вам? Оцените образ в комментариях. Далее мы смотрим нижнюю часть одежды. Здесь у нас, разумеется, есть штаны с черепами, с ремнями. Кстати говоря, если мы приблизим вот к этой бляшке на ремне, то также можем заметить, что эта бляшка плоская. То есть текстурка, как бы, тоже не очень. Но, господи, придираться к комплектам, как будто бы, ну, такое себе. Поэтому, в принципе, не буду этим заниматься. Вот. Но впереди нас ждет еще интересный бак, на который мы с вами тоже обратим внимание. Дальше у нас есть вот такие вот, я не знаю, то ли это леггинсы, то ли это просто обтягивающие скини, джинсы. Вот. С ремешками. Честно, мне расцветки нравятся. Все расцветки одинаковые, потому что все это единая линейка одежды. Да. У всех комплектов такая тенденция просматривается, что у всех именно комплектов, потому что это, опять же повторюсь, единая линейка одежды. У них расцветки одинаковые. Так, дальше мы идем к аксессуарам и смотрим на аксессуары. Здесь у нас есть браслет с шипами. Также имеются различные расцветки у этого браслета с шипами. И также у нас есть вот такие перчатки. Кстати говоря, эти перчатки абсолютно свободно и спокойно надеваются на персонажа вместе с браслетом. И, разумеется, расцветки у этих перчаток точно такие же, как и у всей линейки одежды. В этом комплекте. Ну и напоследок мы с вами смотрим обувь из этого комплекта. Давайте глянем. Это у нас вот такие вот боты. Прикольные, с ремешками, кожаные, с ремнями. Собственно, все как было и написано в описании этого комплекта. Кожа, ремни, сетка. Все такое вот. Я не знаю, насколько это готически правильно передано. Да, потому что, ну, как будто бы годы существовали очень-очень-очень-очень много лет назад. Да, и как будто бы что-то вот такое готическое, именно комплект готический, подошел бы хорошо в эру выхода Sims 3. Вот. Или, может быть, даже Sims 2, вот куда-то вот туда, в 2007. Потому что Sims 3 вышло в 2009. Нет, хотя вот, может быть, даже 2014. Да, вот именно эра выхода Sims 3. Так, и вот такие вот вторые боты. Тоже высокие, мощные, на огромной подошве. Вот. А меня всегда, кстати говоря, ребят, смущало, почему в Sims 4 у персонажей, несмотря на то, какого размера у них подошва, да, какого размера у них каблук, у них никогда не меняется рост. То есть, меняется исключительно именно вот моделька ног, и все, рост у персонажа не меняется вообще никак. Это, конечно, грустно. Но, ну, да ладно. Да ладно. Разумеется, как обычно, в мужской части одежды, я забыл вам показать, что там также пришли вот такие вот интересные серьги. Выглядит, блин, вот эта, которая прям пронзила ухо, выглядит очень интересно, очень здоровски, очень классно. Вот. И также у них есть, вот на этой стороне тоже присутствуют серьги, там их две. Получится две, либо под две дырки, либо под четыре дырки. Мне кажется, тут две сережки под две дырки, да. Вот. Вот такие вот расцветки у них, собственно, имеются. Выглядит, выглядит вполне себе очень носибельно. Даже в повседневной жизни, каким-нибудь подросткам, почему бы и да. Так, дальше мы с вами переходим от аксессуаров к косметике. Так как здесь у нас пришла новая косметика. Наконец-таки с комплектами у нас начала приходить косметика. Потому что было бы странно, если бы с комплектом на готическую тематику не пришло никакой косметики. Вот. Выглядит это все вот таким вот образом. Все вполне себе готически передано, наверное, правильно. Так немножко даже по-рокерски. Выглядит все здорово. И вот такие вот напоминающие мне почему-то группу KISS. Да, если правильно я вспоминаю, если правильно что-то отложилось в голове. Напоминает эту группу с их яркими макияжами. С интересными какими-то рисунками на лице. Выглядит очень здоровски. Выглядит прикольно. Так, и дальше мы переходим к одежде. И, собственно, с какого бага я бы хотел обозревать женскую одежду. А если бы точнее, то обратите внимание на глаза нашего персонажа. То они получаются у нас довольно миниатюрные, довольно маленькие. Такие бусинки небольшие. Но, если мы с вами надеваем вот эту кофту, то у персонажа почему-то выпучиваются вот так вот сильно глаза. Именно в этой кофте. И именно почему-то у девушек. У мужчин такого бага не встречается. Либо это какие-то баги, да, опять же, связанные с капюшоном. Хотя на мужской модельке персонажа такого бага не встречается. Вот, но, конечно, очень интересно получать баги в комплектах. Мы привыкли с вами получать баги в дополнениях, в игровых наборах, в каталогах. Когда у нас все горело с последним каталогом. Вот, но получать баги в комплектах, как будто бы это что-то новенькое, либо давно забытое, старенькое. Да, не пылинки привет. Вот. Но это выглядит, конечно, очень жутко. Во-первых, очень жутко. Когда у персонажа просто вот такие вот глаза. Но при том, что когда мы снимаем кофту, когда мы снимаем кофту, например, надеваем другую, то глаза возвращаются обратно в свои миниатюрные размерчики. И все как будто бы так и было. Вот. Но почему-то именно с той кофтой и с капюшоном, почему-то у персонажа капец, как просто выпучиваются глаза. Давайте посмотрим на женскую одежду. Она тут не очень сильно отличается от мужской. Рассветки все те же самые. Рисунки все те же самые. Собственно, без особых изменений. Тут все как и у парней. Разумеется, вот эта кофта, ее у парней нет. Она исключительно женская. Ой, классная кофта с паутинкой тут прикольная. Также, собственно, вот эта вот кофта, от которой у персонажа выпучиваются почему-то глаза. И это, кстати, не проходит сменой перекраски. Это непонятно. Очень странно. Вот. И, собственно, вот такая кофта, которая... Ух ты, ух ты. Она тут у нас без рукавов. А дальше у нее появляются рукава. И даже меняется некий... Добавляются дополнительные элементы к этой кофте. Выглядит очень прикольно. Очень классно. Так, наряды в полный рост. У нас тут присутствует вот такое вот платье с сеткой. Выглядит, конечно, прикольно. Даже можно, например, надевать его на похороны. Почему бы, да? Кстати, у нас сейчас просто в игре появилось огромное количество нарядов для панихиды. Просто отлично, замечательно. У меня как раз-таки в игре стоит мод на реалистичные похороны. И, собственно, вот как бы... Вот, вот, вот для чего этот комплект. Понимаете? Вот для чего. И, собственно, тот самый плащ, который мы уже видели на парнях. Вот с этими точно теми же расцветками. По поводу брюк. У нас тут добавляются вот такие вот мини-шорты, да? С различными тоже сетками, расцветками. Выглядит все прикольно. Также те же самые штаны, что и у парней. Первые и вторые с ремнем. А те же самые бриджи, что и у парней. Но у девушек еще появляется вот такая вот юбка с ремешком. Давайте также мы на нее посмотрим по-быстрому. Ну, собственно, вроде выглядит прикольно. Выглядит забавно. В особенности, если вы хотите, например, создать образ Гота для старшей школы. Вполне себе юбка, как школьная форма, сойдет вообще на ура. В аксессуарах все то же самое. Браслеты и перчатки. В обуви у нас все то же самое. Те же самые ботинки на низкой подошве и на высокой подошве. Все то же самое. К сожалению, данный комплект принес одежду исключительно от подростков до пожилых персонажей. Дети же в этом комплекте никакой одежды в готическом стиле не наделены. Разумеется, и ниже стадии роста тоже готической одежды не имеют. Ну что, теперь мы переходим к обзору следующего комплекта, который называется Личный замок. Это у нас комплект для режима строительства и режима покупки. Тут есть некоторые объекты из режима покупки, так что там, если бы точнее, их там всего два. Но давайте смотреть повнимательнее. В первую очередь давайте посмотрим на напольные покрытия. Здесь у нас всего оно одно. Называется каменный пол Великое Прошлое. Вот такой вот каменный пол. Давайте мы сейчас все расцветочки глянем этого напольного покрытия. Уберем сетку, потому что я знаю, что оно вас раздражает. Ух ты! Вау, какой классный каменный пол с цветочками. Как будто бы я знаю, что для моей хрущевки во дворе уже будет выстелено. Этот каменный пол реально выглядит очень классно и не только для средневековья подойдет. Как будто бы, знаете, опять же, какие-то российские реалии отыгрывать. Как будто, понимаете, да? Какой-то даже не российский, а именно советские такие реалии отыгрывать. Будет вполне себе забавно. Со всякими цветами, проросшими из-под земли. Выглядит, конечно, замечательно. Выглядит... Вот это мой фаворит. Вот просто вот это мой фаворит. Знаете, что вот это вот напольное покрытие с травой из-под плитки, это мой фаворит. Все. Так. Смотрим дальше. Настенные покрытия. Тут у нас тоже одно настенное покрытие. Давайте куда-нибудь на свет посмотрим. Давайте вот у нас вот так есть вот такое. Мне, возможно, не хватит всей стены. Ну, так, далее у нас есть вот такое настенное покрытие. Давайте побыстренько. Я сейчас покажу вам все расцветочки, чтобы долго время не растягивать. Вау! Для какого-нибудь средневекового подвала вот такая вот расцветка камня. Кстати, как она называется? Каменная кладка. Исторические события. Для какого-нибудь подвала каменного исторического прям очень круто подойдет. Так, дальше у нас есть вот такая же, только немножко другого оттенка. Так, вот такая. Далее, вот такая. А будет каменная кладка с цветочками из стены? Было бы очень здорово, конечно. Было бы замечательно. Было бы прям очень-очень-очень хорошо. Так, вот так вот. Далее, что-то еще более темное. Вот такое рыжее. Ой, не поставилось. Так, рыжее. Потом вот такое вот. Ага. Так, и осталось четыре. Вот, есть с травой, смотрите. Есть плитка с травой. Выглядит замечательно. Блин, выглядит правда очень классно. Так, далее смотрим. Вот такая. Просто обычная белая плитка, да? Камень. Не плитка, камень. Вот. И, собственно, вот такая вот бежевая. И, скорее всего, с помощью этой плитки был построен на рендерах особняк семейки Ланграап. Вот. Вот такое вот настенное покрытие присутствует в этом комплекте. Я всегда, ребята, буду уточнять, что это комплекты. Это не каталоги, это не игровые наборы, это отдельная единица контента. Это комплекты. Вот. Разумеется, под все настенные покрытия также присутствуют и дополнительные заборчики. Если мы сейчас быстренько вот так вот на все посмотрим. В общем, мне просто интересно, если тут расцветка с травой, как будто бы должно выглядеть очень и очень симпатично. Так. И нет, скорее всего, с торчащей травой. Да, с торчащей травой заборчиков нет. Но расцветки вполне себе здоровские. Не знаю, планировали ли разработчики или не планировали. Но как будто бы вот у них все равно немножечко дополучилось нас, скажем так, отослать во времена Sims Medieval с королями и со всем остальным. О, вот эта прикольная вокруг крыши штука ее можно ставить, да. А также у нее огромнейшее количество расцветок. Потому что, опять же, повторюсь, расцветки в... Ой, тут есть с травой, смотрите. Тут есть с травой, выглядит потрясающе. Потому что, опять же, все комплекты, они стараются соблюдать единую цветовую палитру. Для того, чтобы было удобно просто именно всю мебель и все объекты сочетать между собой именно вот в рамках одного комплекта. Также бывали случаи, когда у нас цвета немножечко... Бывали случаи, когда цвета у нас немножечко не состыковывались у двух разных объектов. Привет, теплица мечты. Вот там у нас двери и настенное покрытие, как будто бы немножечко из разных оттенков цветовых, зеленого причем. Вот. Так, далее у нас идут лестницы. Давайте посмотрим на лестницы. Мы сейчас их еще закрутим, завертим. Чтобы это выглядело вообще прям очень классно. Как-нибудь вот таким вот образом, прям как в замках. И также к этим лестницам есть еще перила. Разумеется, у всех лестниц и перил расцветки точно такие же, как и у всех других, собственно, объектов. Я думаю, что показывать расцветку каждой лестницы как будто бы не имеет смысла, да? Потому что вы все прекрасно понимаете, что расцветка, ну, она схожая. Это специально сделано. Так, дальше у нас есть тут одна колонна. Вот такая вот колонна. Также можем попереключать ее расцветки, посмотреть, что тут у нее присутствует. Выглядит здоровски. Также она вытягивается туда-сюда. Все здорово. Так, дальше у нас есть еще антервольта. Да, антервольта у нас еще присутствует. Вот такая вот. Можем глянуть, как она выглядит. Вот таким вот. Ага, ага, все. И поплыло все. Вот так вот выглядит эта антервольта. Если мы возьмем, получается, еще колонну, то они здесь очень хорошо вместе сочетаются. И выглядит все вполне себе здорово. Так, далее у нас, разумеется, гвозди программы этого комплекта. А именно окна и двери. Смотрим на двери. Вот такие вот у нас двери здесь присутствуют. Выглядят... Блин, я не знаю. У меня сразу, знаете, какие-то флешбеки и отсылки на какую-нибудь Игру Престолов. Или на какого-нибудь Гарри Поттера того же. Потому что, правда, как будто бы данные двери... Ну, понятное дело, что они выполнены такие вот в средневековых оттенках. Понятное дело, что они выглядят очень по-гри-поттерски. Но, опять же, потому что и, собственно, та же Игра Престолов и Хогвартс. Они вот все в одной стилистике выстроены и созданы, да. Вот такие вот. У нас есть вот такая арка. Как будто бы с опускающимся забором, да. Который должен вот-вот закрыться. Далее у нас есть вот такая арка, да. Тоже тут уже без забора. И также у нас есть вот такие вот двери. Дверь Графская. Это маленькая дверца. Скорее всего, она либо межкомнатная, да, в замке. Потому что входные все-таки такие более помпезные, более классные. А это более такая межкомнатная. Потому что, опять же, замки все... Ой-ой-ой, огромного размера обычно. Так, далее мы смотрим на окна. На окна мы смотрим, а нам, тем временем, не хватает стены, чтобы обозревать окна. Продлеваем стену и смотрим на окна. У нас есть... Так, давайте мы сразу посмотрим на окна всех размеров. Всех видов. У нас есть... Блин, я не знаю, как вам, но я в восторге от этого комплекта. И я понимаю, что рано или поздно данный комплект заставит меня им воспользоваться. Как будто бы вот есть желание построить какое-то, знаете, семейное средневековое поместье с какими-то гобеленами, с вот такими вот витражными окнами. Чтоб прям было вообще по красоте. Так, дальше у нас есть вот такое более вытянутое окно. А также у нас есть вот такие вот маленькие пусенькие окна. У нас их тут... Их можно вот так вот сочетать и выглядит здоровски. Так, также у нас есть вот такое окно, просто двухстворчатое. Дальше у нас есть четырехстворчатое окно. И, собственно, вот такое окно, которое... Да, которое, собственно, повторяет у нас вот это окно прям копия в копию. Только оно чуть-чуть побольше. Это у нас двухстворчатое, то четырехстворчатое. И, собственно, так же, как и вот с этими окнами, получается это двухстворчатое, то четырехстворчатое. Вот такая вот взаимосвязь у этих окон присутствует. Дальше мы переходим в раздел фризы и внешняя отделка. Здесь у нас присутствует вот такая штука. Я не знаю, как она называет. Ну, фриза, внешняя отделка, выглядит здоровски. Правда, выглядит опупенно. Так, ну, в плане в сочетании с окнами. Опять потом напишут в комментариях. Вот, Сережа сидел, хвалил. Наверное, ему заплатили. Какой он продажный. Ребята, никто мне не платит за обзоры. Если бы, если бы платили. Нет, никто не платит. Electronic Arts давно ушли из России и не сотрудничают с блогерами. Весь контент я покупаю за свои деньги. За свои деньги никто мне не дает его бесплатно. Вот такой вот шок-контент, представьте. Так, так же у нас есть внешняя отделка. Да, это были фризы. А это внешняя отделка. И, я так понимаю, мы можем ее выставить только тогда, когда у нас, собственно, присутствует второй этаж. Поэтому давайте мы тут надстроим немножечко. Вот таким вот образом. И еще один этаж мы выстроим. Я бы сказал выстрадаем. Да, выстрадаем. Да нет, повыше, пожалуйста. Вот, вот сюда. Отлично. И теперь мы можем перейти во внешнюю отделку. Декоративная резьба замок. Вот такая вот прикольная внешняя отделка. Для замков тоже вполне себе будет выглядеть прикольно. Так, далее мы с вами смотрим крыши. Тут ничего нет. Отделки крыш нет. Расцветок нет. Скульптур на крыше тоже нет. Деревьев нет. Украшений тоже нет. Нет, никаких абсолютно бассейнов нет. А у нас есть, кстати говоря, одна стилизированная комната, в которой у нас присутствуют все те же самые объекты, которые мы с вами посмотрели. Вот таким вот образом. Так, оба-на. Тут и колонны, и даже статуи из базовой версии игры. Картины из базовой игры. Шторы, столики. Ну, в общем, стилизированная комната. Как бы сделана для этого комплекта. Но по факту здесь мебель взята из базы. А вот только именно отделка, окна, двери взяты из данного комплекта. Так, давайте переходим в режим покупки. Показать все. И у нас в режиме покупки присутствуют только два объекта. Это вот такая вот, как правильно она называется, лама ушки на макушке. Как правильно это называется штука? Ну, это не антерволь, так как-то по-другому она называется. Просто статуя, торчащая из стены. Вот, лама ушки на макушке. И вот такая вот геральдический нашлемник былые времена. То есть у нас какой-то герб, да. Смотрим, меняется... О, тут меняется картина. Там какой-то фламинго, кролик, гном, плавленый сыр, да, бутерброд с сыром. А такие вот геральдики, да, для... Возможно, для вашей... Для вашей династии, для вашей семейки, которая будет проживать в своем личном замке. Вот такие дела. Ну что, вот такие два комплекта. Мы сегодня на них посмотрели. Они уже вышли, доступны для покупки, скачивания. Так что пишите в комментариях, понравился ли вам этот комплект. Эти комплекты, два комплекта или нет. Также вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Телеграм-канал, если хотите узнавать самые свежие и интересные новости. С пылу с жару. Всех безумно люблю. И также, возможно, на эти два комплекта я посмотрю на ваши отзывы, на вашу реакцию. Возможно, устрою конкурс, где разыграю эти два комплекта. Так что пишите в комментариях, хотите конкурс или нет, я там решу и посмотрим. Так что, всех безумно люблю. Спасибо за просмотр. И всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok